Законодатели Нинецкого округа на сессии согласовали изменения в законопроект, который касается граждан высокого возраста, в части получения мер соцподдержки. Подробнее об этом расскажет советник губернатора по социальным вопросам Сергей Свиридов. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение. Тема озвучена. Что за изменения и с чем они связаны? Во-первых, огромное спасибо, что пригласили, потому что на сегодняшний день существует много достаточной информации. К сожалению, она противоречивая. И вот есть такая возможность сказать подробно, какие изменения произошли и что необходимо в связи с этим сделать жителям округа. Как вы уже сказали, что изменения, вот последняя сессия, которая была, коснулись у нас граждан высокого возраста. Это та мера соцподдержки, которая 300 и 2708, то есть я назову цифрой просто, да, то есть ежемесячные компенсационные выплаты, которые у нас граждане получают. Была продолжена работа, которая была начата, это по применению критериев нуждаемости. В данном случае учтен критерий нуждаемости и размер доходов, который будет учитываться. Вот на сегодняшний момент та цифра, которая утверждена, это 62 тысячи 19 рублей. То есть это та граница, когда будет приниматься решение о назначении этой выплаты, либо о отказе в ее назначении. Эта цифра, понимание, она довольно-таки высокая. То есть если брать другие меры соцподдержки, которые касаются многодетных семей, семей, которые воспитывают детей, там намного меньше, там от одного максимально два. То есть это будет ниже, чем предусмотрено именно для данной категории. Хотелось бы отметить, для чего это делается. В первую очередь, учитывая, что все-таки существует вероятность, что бюджет недополучит доходы, а вопрос об индексации стоит очень острый на сегодняшний день. И вот как раз та категория населения, у которых доход меньше этой суммы, которая была озвучена, нуждается в отдельной помощи государства, и все-таки хотелось бы, чтобы эти выплаты были проиндексированы уже в этом году. Потому что с учетом инфляции доходы реальные жителей округа, они снижаются. Соответственно, вот вопрос об индексации на сегодняшний день остро стоит. И мы думаем, что то, что закон несли изменения, и та перерегистрация, которая сейчас будет осуществлена, позволит нам проиндексировать эту выплату. Есть прямое поручение губернатора с учетом перерегистрации и той экономии, которая появится, сразу же сделать соответствующие расчеты и вытесить инститивы по индексации. Так называемый индивидуальный доход получателя мер соцподдержки, что в него входит? Ну, во-первых, вот вы правильно сказали, индивидуально он будет касаться конкретно самого получателя, то есть не будет учитываться доходы других членов семьи, только его коснется. Туда входят четыре вида. То есть это зарплата, если пенсионер работает, это те меры соцподдержки, которые у нас сегодня установлены, и вся эта информация есть в отделении социальной защиты населения, и, соответственно, вот в этом случае, при перерегистрации нашим пенсионерам эту информацию предоставлять не надо. Это доход от предпринимательской деятельности, если имеет место быть, но вот это, наверное, будет индивидуальный случай. Мы понимаем, что не у всех пенсионеров ведут предпринимательство. Ну и, соответственно, та пенсия, которую получают пенсионеры. Здесь также, что касается пенсии, не надо подавать при перерегистрации информацию, у нас есть межведомство взаимодействия с пенсионным фондом, и мы будем запрашивать уже сведения после того, как граждане подадут заявление на перерегистрацию. То есть если вот обобщить то, что касается сведений, которые нужно будет представить при перерегистрации, это сведения о зарплате, если имеет место быть зарплата, и сведения о предпринимательской деятельности, если тоже это имеет место быть. Если ничего этого нет, то гражданину просто нужно подать заявление, форма его есть, соответственно, прийти заполнить заявление и сдать его. Куда обращаться желающим пройти перерегистрацию? Можно в два места обратиться. Это МФЦ, все уже знают, да, это вот мои документы. Там удобнее, они работают с 9 до 19 и 6 дней в неделю, в воскресенье выходной. Ну и, соответственно, можно подать соответствующее заявление в отделение социальной защиты населения. Там два дня, вторник, четверг, расширяется прием документов после обеда, с 13.30 до 17.30. Я бы рекомендовал обратиться в МФЦ. Почему? Потому что вот мы приурочили к перерегистрации выдачу социальных карт гражданам. Соответственно, ее только возможно будет подать заявление в МФЦ на социальную карту. Соответственно, вот желающих, то есть это не обязательно оформлять социальную карту, то есть кто изъявит желание и захочет получить социальную карту, нужно тогда подать в МФЦ, потому что там они производят еще фотографирование. То есть они карты индивидуальные, с фотографиями. Какие услуги будет обеспечивать социальная карта для людей высокого возраста? Вы знаете, вот сейчас мы как раз прорабатываем, потому что мы планируем вот в том числе и эти выплаты перевести на социальную карту. Очень много организационных моментов, которые в том числе нужно будет отработать и с магазинами, и с объектами, которые показывают услуги, то есть различные, чтобы спектр был очень широкий. То есть мы вот в ближайшее, в этом году, по крайней мере, не планируем перевод, выплаты, мер соцподдержки на карту. Вероятно, все это произойдет не раньше, чем в следующем году. Что будет, если не пройти перерегистрацию? Ну вот хотелось бы отметить, что срок перерегистрации у нас установлен до 1 июля, но ничего страшного не произойдет, если граждане не подадут заявление в срок до 1 июля. Порядок, который был недавно принят на заседание администрации, предусматривает следующие моменты, то есть ограничительный срок это 30 сентября. То есть с 1 июля до 30 сентября также можно подать заявление. Единственное максимальное, что произойдет, это если граждане до 1 июля не подадут заявление соответствующее, будет выплата приостановлена. Но если в срок до 30 сентября граждане подают заявление, соответственно, с 1 июля и до подачи заявления весь этот срок будет учтен, и за этот период также будет выплата произведена и в последующем будет производиться. Для чего мы это сделали? Мы понимаем, что летний период, период, когда граждане выезжают на здоровление, выезжают к родственникам, соответственно, не все смогут до 1 июля пройти. Ну и количество граждан, которые подлежат перерегистрации, их чуть больше 10 тысяч, соответственно, чтобы не создавать некий ажиотаж в подаче заявления, потому что очень большое количество граждан коснется. Я не вижу ничего страшного, если подадут после 1 июля, самое главное подать до 30 сентября. А если до 30 сентября не успеет гражданин подать документы? Если до 30 сентября гражданин не успеет подать, то выплата прекращается и уже будет возобновлена с того момента, когда поступит заявление на перерегистрацию. Сергей Анатольевич, есть ли такие граждане, кому перерегистрация не требуется? Спасибо за вопрос. Очень детально этот момент рассматривали в собрании депутатов. И поправки внесли депутаты. Они как раз учитывают, что граждане, которые достигли 70 лет и старше, они не подлежат перерегистрации. То есть они как получали, так и дальше будут получать. Соответственно, нужно подать заявление тем, кому еще не исполнилось 70 лет. Какие еще меры соцподдержки людей высокого возраста есть в нашем регионе? Ну вот мы эту меру соцподдержки, которую ежемесячно обсудили, 3100-2708. Хотелось бы еще отметить, что перерегистрация не коснется таких категорий граждан, у которых повышенные выплаты существуют. Это дети войны и труженики тыла. То есть они также по закону не подлежат перерегистрации, им не надо приходить. Только вот, соответственно, как это было обозначено, те, кому еще не исполнилось 70 лет. Что еще бы хотелось в этом плане отметить? По вопросу, который вы задали, у нас существуют еще выплаты, которые ко дню пожилого человека, это ежегодная разовая выплата. На сегодняшний день лица тоже, которые не достигли 70 лет, они получают эту выплату в размере 5000, 70 и старше в размере 16000. Это ежегодная выплата разовая. Здесь, в принципе, заявление подавать не надо, все документы у нас имеются. Мы получаем с пенсионного фунда и, соответственно, начисляем эту выплату, и граждане ее получают. Есть ежемесячная денежная выплата, которая тоже в зависимости от той или иной категории граждан, либо это ветераны труда, то есть также получают в пределах 1000 рублей эту выплату с учетом индексации. Она ежемесячная. Там предусмотрены различные включатия, виды помощи в рамках этой выплаты, это и годный проезд на общественном транспорте, это и зубопротезирование, это дополнительно еще к тем мерам соцподдержки, которые в округе дополнительно установлены. Также есть региональная доплата к пенсии. То есть есть минимальный размер пенсии, который ежегодно законом субъекта устанавливается в округе. На сегодняшний день он чуть больше 17 тысяч, ну и, соответственно, у кого пенсия меньше этого размера, они могут претендовать и подать соответствующие заявления и получить эту доплату, то есть до минимальной. Таких получателей у нас тоже достаточно, и бывают разные случаи в жизни, особенно это в первую очередь касается, когда человек не выработал стаж в силу разных причин, в первую очередь получение инвалидности и не смог дальше продолжить трудную деятельность и получает соответствующую пенсию в связи с назначением инвалидности. И, к сожалению, они в большинстве случаев меньше минимального размера пенсии. Соответственно, граждане могут претендовать на эту доплату, подав соответствующее заявление в отделении стандарта защиты населения. Сергей Анатольевич, а граждане, которые воспитывают детей инвалидов, они ведь тоже получают пенсию, им нужно проходить перерегистрацию? В данном случае здесь вот, если именно касается, вы имеете в виду выплаты вот этой, да, 3100? Нет, конечно, это если они получают в связи с уходом за инвалидом, то они не подлежат перерегистрации. Здесь вот как бы инвалидов данные изменения не коснулись. Сергей Анатольевич, а почему важно поддерживать такие слои населения у людей высокого возраста? Ну, мы же видим, что мы живем, во-первых, в условиях Крайнего Севера, у нас есть ограничения по доставке продуктов, что, в принципе, приводит к удорожанию их, соответственно. Вот правильный вопрос задали, потому что очень часто обращаются жители округа с вопросом, что часть жителей, которые жили здесь и выехали, и также получают ее. Но большинство выплат, которые сегодня существуют, они связаны с именно проживанием вот именно в округе, да, то есть то, что здесь повышенные цены на продукты, что сами условия жизни здесь, они немного выше, чем в других регионах, и, соответственно, затраты на это выше. Ну и, соответственно, то обеспечение, которое гарантировано в виде пенсии, оно недостаточно, чтобы эти граждане могли жить вот в таких условиях. Соответственно, уже дополнительные меры за счет бюджета округа предусмотрены законами округа. Ну вот, если дальше говорить, то есть выплата ветеранам труда в размере 5 тысяч, это единовременная компенсационная выплата. На сегодняшний день она выплачивается к юбилейным датам округа. Также ветераны труда имеют право на бесплатную подписку на Нарьян и Вандер. Ну, если говорить вот именно о гражданах высокого, жителях округа высокого возраста, да, то есть, и если их относить к другим категориям, они также имеют право, как инвалиды, да, то есть вот на меры соцподдержки, которые существуют к тому вот дню инвалидов, которым 3 декабря, да, то есть вот соответствующая выплата установлена, также могут претендовать на эту выплату, если имеют инвалидность. Нинецкий округ известен хорошей поддержкой, да, социальной, а может быть какой-то опыт регионов есть? Или как обстоят дела социальных регионов? Если озвучить, ну, сумму, которая на сегодняшний день в рамках тех норм, которые существуют, предусмотрена в округе, то бюджет округа, из бюджета округа на данные меры соцподдержки направляются 2 миллиарда 300 миллионов. Ну, если даже поделить на жителей округа, да, соответственно, обеспеченность, она намного выше, чем в других субъектах. Ну, и это понятно, мы об этом немножко чуть ранее говорили, в том числе и условия, в которых проживают жители округа. То есть она на сегодняшний день касается не только пенсионеров, но и многодетных семей, семей, которые воспитывают детей. Мы всегда, когда рассматриваем меры соцподдержки, мы всегда их рассматриваем в сравнении. Ну, наверное, я скажу громкие слова, но они так и есть на самом деле. В округе меры поддержки беспрецедентны. В других, ни в каком другом регионе таких меры соцподдержки нет. Мы сравнивали, если ближе, вот, наверное, будет Москва и Малоненецкий, и Хантамансийский. Ну, вот в сравнении, если взять те средства, которые тратятся и бюджеты округа на то количество жителей, то, конечно, у нас бюджетная обеспеченность в этом плане намного выше, чем в других регионах России. Сергей Анатольевич, какие, как эти изменения коснутся граждан, которым только предстоит подавать документы на доплату региональную к пенсии? И, может быть, изменились какие-то требования? Вот мы с вами очень подробно изменили, обсудили те вопросы, которые связаны с теми граждан, которые получают на сегодняшний день выплату и которые должны с учетом изменений пройти перерегистрацию. Хотелось бы отметить, что были изменения, которые связаны с теми гражданами, которые будут обращаться вновь. Неоднократно на встречах, на приемах граждане ставят вопрос в плане того, что сегодня недостаточно установлен срок проживания и работы в округе, и что его необходимо увеличить. Такие обращения поступают постоянно. И, соответственно, изменения, которые коснулись вновь получателей, это изменения связаны именно с этой выплатой срок работы в округе и проживания. Раньше необходимо было отработать 3 года, и уже могли граждане претендовать. по тем обращениям, которые поступали, этот срок увеличен до 10 лет. То есть необходимо уже проработать не менее 10 лет в округе. И, соответственно, проживание не менее 15 лет. В данном случае мы считаем, что эти нормы в первую очередь защищают жителей округа, которые здесь трудились и которые здесь жили достаточно времени. Соответственно, вот эти изменения, они также позволят нам некоторую часть средств высвободить и направить их на индексацию. То есть я вот еще раз повторюсь, потому что остро стоит на повестке вопросом индексации этой выплаты, есть прямое поручение губернатора. Единственное, что мы вот на сегодняшний момент, прямо сейчас вот расчеты не сможем сделать, мы это сможем сделать, когда проведем соответствующую перерегистрацию. То есть вот перерегистрация до 1 июля пройдет, мы увидим, сколько граждан у нас не станет получателями в связи с тем, что у них будет доход свыше 62 тысяч 19 рублей и, соответственно, вот экономия будет уже понятна, на какую сумму можно будет проиндексировать выплаты каждому жителю округа. А индексация пройдет примерно в какие сроки? Вот вы знаете, вот как я только что сказал, мы произведем соответствующие расчеты и сразу же выйдем с инициативой в собрание депутатов по индексации. То есть когда будет уже известна конкретная цифра, на которую можно проиндексировать, мы не будем затягивать этот процесс сразу же, эта инициатива будет направлена губернатором в собрание депутатов. Сергей Анатольевич, вот в условиях такой экономии бюджета Ненецкого округа как-то изменились меры соцподдержки, может быть, вы почувствовали на себе? Вы знаете, вот объем мер соцподдержки по количеству их выплат, он не изменился, и об этом неоднократно говорил губернатор, что это основное, выполнить те требования социальные, которые взял на себя округ в форме тех актов, которые приняты. Единственные изменения, которые произошли, это применение критериев адресности и нуждаемости. Ну, вот в моем понимании это правильно, потому что те граждане, которые имеют соответствующий доход, в том числе и из бюджета округа, все-таки мы, как я в самом начале сказал, не должны забывать и про индексацию мер соцподдержки, потому что ежегодно существует инфляция, и вот, как вы правильно сказали, что в тех жестких условиях, которые сегодня существуют по получению доходов, мы все-таки должны изыскивать возможность индексировать. И вот эти меры как раз направлены на то, чтобы проиндексировать те выплаты, которые сегодня существуют. Сергей Анатольевич, на последней сессии собрания депутатов Нинецкого округа были внесены изменения, также которые касаются взносов на капитальный ремонт для жителей высокого возраста. Расскажите подробнее, пожалуйста. Спасибо за вопрос, потому что, ну, если немножко взять назад время, была внесена соответствующая инициатива и изменение в закон, которая категория граждан, которая 80 лет освободила полностью граждан от оплаты, а категория, которая от 70 до 80 предоставила льготу на оплату в размере 50%. Для чего это было сделано? Чтобы исключить вариант, когда граждане, которым 80 лет в принципе ходят и оплачивают эти меры, а тем, которые от 70 до 80 платят свыше, чем им предусмотрено в 50%, и потом ждут возврата этих средств. Сама идея была правильная и хорошая, но мы столкнулись с проблемами ее реализации в дальнейшем, ну, и отчасти она как бы вступала в некое противоречие с федеральным законодательством, которое предусматривает только компенсацию. То есть, гражданин должен сам прийти и заплатить, и, соответственно, потом только получить возмещение и компенсацию. У нас проведено было несколько рабочих групп, которые были нацелены все-таки на приведение закона в соответствии с федеральным законодательством, ну, и, опять же, исключить те случаи, чтобы граждане ходили и оплачивали. Хотелось бы сказать очень огромное спасибо и депутатам, в том числе, и Виктору Леонидовичу Кмитю, который принял там активное участие, и коллегам из Департамента строительства, ЖКХ. Мы нашли выход из той ситуации, даже если мы, ну, возвращаясь к компенсации, мы нашли выход, чтобы все-таки избежать те случаи, чтобы граждане ходили и ежемесячно оплачивали, хотя в итоге, в принципе, у них стопроцентная льгота. Какие изменения были внесены? То есть, был возврат компенсации, но при том компенсация, она предусматривала определенную норматив площади жилья, тот анализ, который мы провели, у всех льготных категорий этот норматив превышал, который существовал. Соответственно, по инициативе губернатора были соответствующие предложения, чтобы этот норматив исключить. То есть, граждане, которым 80 лет, они будут полностью освобождены, даже не будет учитываться норматив, то есть, подлежать льготе вся площадь, которую они занимают, в том числе, и которая превышает этот норматив, в том числе, и те льготные категории от 70 до 80 лет, с 50-ти процентной скидкой, тоже у них норматив не будет учитываться по льготе. То есть, вот эти изменения внесены существенные. В порядке реализации компенсации что предусматривается? Гражданину нужно будет, чтобы от них ходить каждый месяц и оплачивать, мы им предложим написать заявление, и в заявлении они укажут, чтобы эти средства в виде компенсации поступали на счет фонда. И после того, как они эти заявления напишут, эти средства будут зачисляться на счет фонда, фонд будет предоставлять нам информацию о том, что у гражданина нет задолженности, и мы в следующем месяце будем снова перечислять компенсацию. Соответственно, гражданину нужно будет только один раз написать заявление просьбой эти средства перечислять фонду и больше ежемесячно не ходить, не пойти. То есть, это уже в форме реализации мы нашли выход соответствующий. Мы отработаем с каждым жителем округа, который будет этой льготой пользоваться индивидуально. То есть, мы их будем обзванивать, кто сможет, мы им предложим прийти в отделение социальной защиты населения, чтобы написать соответствующее заявление, кто не сможет прийти, мы их посетим индивидуально, то есть, мы приедем к ним лично с соответствующими документами, чтобы они это сделали. И вот эти меры как раз будут способствовать тому, что гражданам не нужно будет каждый месяц ходить, оплачивать и потом ждать компенсацию. Сергей Анатольевич, какая-то обратная связь с населением проводится, как сказались изменения на них, на гражданах? Обратная связь, она может в том числе и в соцсетях, что мы, в принципе, смотрим. И хотелось бы сказать спасибо активным гражданам, которые, все-таки, когда вопросы возникают, ну, в том числе и проблемы, они не молчат об этом, то есть, они либо непосредственно приходят на прием, либо звонят к нам и вот эти вопросы ставят. Ну, и очень сейчас хорошо и наглядно это, когда в соцсетях соответствующее обращение поступает. За это вот огромное спасибо, потому что объем работы, вот что касается Департамента Здравоохранения и СССР, он очень большой, за всем очень тяжело уследить, и вот здесь нам граждане как раз в помощь, и вот эти обращения их нам позволяют своевременно реагировать и принимать меры, чтобы дальше вот не допускались, вот даже в путь до нарушения, я не побоюсь этого слова, да, то есть бывают разные случаи, вот, и это способствует как бы сокращению во времени принятия соответствующих мер. Вот за это хотелось бы сказать огромное спасибо нашим гражданам, потому что они неравнодушные и как бы соответственно сообщают своевременно и нам это удобно очень. Что волнует граждан? С какими проблемами может быть они обращаются? Вы знаете, самая основная проблема, вот я вам в самом начале сказал огромное спасибо, что вы пригласили, это отсутствие информации. Вы знаете, вот сейчас выйдет вот этот репортаж, да, и, к сожалению, увидят не все, и то есть все равно вопросы останутся у граждан. В свою очередь мы используем все ресурсы, чтобы вот информацию эту донести. Вот сейчас мы планируем все-таки у нас было в свое время выпущено брошюру по мерам соцподдержки, где все меры, которые существуют в округе, были в одну брошюру помещены, там разделены по категориям. И сейчас мы как раз приступаем к тому моменту, чтобы эту брошюру сформировать с учетом всех изменений, которые произошли. Соответствующее поручение нам губернатор сделал, мы вот этой работой сегодняшний день занимаемся. Когда брошюру мы сделаем, мы самое, первоначальное, что сделаем, мы ее разместим на своем ресурсе, чтобы можно было уже в электронном виде ее сразу же открыть, увидеть и прочитать. Но вот основная сегодняшняя проблема не в том, что кто-то в чем-то не получает, а вот в отсутствии информации. Иногда, к сожалению, граждане не знают, что они имеют право на те и иные меры соцподдержки. Вот в моей практике существовали случаи, когда очень большая сумма, которую мог претендовать гражданин с момента того, когда у него это право возникло, вот, к сожалению, право возникло, а обратился человек через два года. И сумма была очень большая, которую мог человек за эти два года получить. Это вопрос сегодня существует. мы со своей стороны принимаем различные меры, чтобы эту информацию донести до жителей округа. Вы упомянули про адресность и нуждаемость мер соцподдержки. Вот сейчас прошли изменения в части получения детского пособия. Какие-то расчеты проводились, может быть, какая экономия для бюджета вышла? Ну вот сейчас как раз закончился процесс перерегистрации, соответственно, соответствующие расчеты будут произведены. К сожалению, сейчас пока не могу сказать эти... Единственное, что я могу сказать точно, что все сэкономленные средства, они будут направлены на индексацию. Такое решение принял губернатор и такое поручение нам дал, чтобы мы посчитали на какую сумму проиндексировать выплаты. Если позволить, если еще есть время, вот хотелось бы затронуть один момент. У нас приближается лето. и летом мы оказываем содействие нашим несовершеннолетним жителям округа, это дети с 14 до 18 лет в их временном трудоустройстве. Хотелось бы, во-первых, вырастить слова благодарности тем главам муниципальных образований и организациям, которые из года в год участвуют в этих мероприятиях и принимают наших детей на работу. В свою же очередь бюджет несет соответствующие расходы, связанные с компенсацией части зарплаты по трудоустройству детей. Но, к сожалению, не все главы муниципальных образований, не все работодатели идут нам навстречу и решают вопрос положительно с приемом детей, живающих всегда больше детей, чем мы можем трудоустроить. К сожалению, не все работодатели идут нам навстречу. Мы эту работу проводим ежегодно, в том числе привлекаем прокуратуру, чтобы вместе выработать документы, чтобы в последующем избежать неких наказаний в отношении работодателей, потому что труд несовершеннолетних он очень регламентирован. Но пакет документов мы всегда готовим, чтобы это избежать. Хотелось бы обратиться к работодателям, чтобы все-таки они пошли нам на встречу и создали вот эти рабочие места на лето, чтобы мы могли больше детей устроить. Вот опыт прошлого года показывает, что вот из-за этого момента мы смогли устроить 457 детей, а желающих было больше 700. То есть мы готовы со своей стороны принять меры и трудоустроить всех детей. У нас соответствующие поручения есть губернатора, но, к сожалению, не все работодатели идут нам навстречу, и мы сможем, и мы можем вот эту вот потребность удовлетворить. Сергей Анатольевич, а почему округ заинтересован вот в таком привлечении подростков к труду? Какие-то воспитательные меры? Вы знаете, вот хотелось бы еще раз сказать слово благодарности. Вот есть организация на территории города «Чистый город», которые связаны вот их работой с благоустройством. То есть это уборка города, высадка цветов, то есть вот они в том числе при помощи детей, то есть они самое большое количество за лето устраивали детей, это 150 детей. в прошлом году трудоустроили. Вы знаете, когда ребенок прибирает город, в следующий раз он задумается выкинуть ему бумажку в городе или нет. То есть вы правильно отметили, что вот во-первых, это когда ребенок может заработать, может быть, для некоторых и первые средства своим трудом, соответственно, он занят, то есть как бы ну и это вот первые труды, они заводят трудовые книжки, то есть эта запись вносится официально в трудовую книжку, это идет старший, соответственно, здесь все очень строго в рамках трудового законодательства. Сергей Анатольевич, для наших зрителей повторите еще раз, пожалуйста, сроки перерегистрации и какие документы нужно предоставить. сроки перерегистрации до 1 июля, но это срок непресекательный, кто не успеет до 1 июля, можно подать документы до 30 сентября. Соответственно, подав документы до 30 сентября, граждане в объеме выплат не потеряют, только они вот на этот период немножко будут переустановлены и возобновлены, если документы подать до 30 сентября. После 30 сентября, если документы будут не поданы до 30-го, выплаты будут прекращены и будет возоблена только с того момента, когда будет подано заявление. Какие документы? Ну вот мы говорили про доход, это сведения о зарплате к заявлению, если есть зарплата, гражданин получает, и сведения о доходе от предпринимательской деятельности, это такое тоже имеется. И еще один документ, два документа, которых нужно приложить, это копию паспорта и копию страницы трудовой книжки с последней записью, то есть всю копию трудовой книжки не надо делать, только той страницы, где сделана последняя запись, чтобы мы могли установить, если человек не представляет сведения о заработной плате, что он не работает и записи трудовой книжки нет. Все копии документов, если у гражданина нет такой возможности, сделают в МФЦ или в СЗН, такую услугу, она бесплатная совершенно, предоставляют и МФЦ, и в СЗН. Какие способы оповещения вы используете? Ну, вот сегодня с вами на сайте администрации, на нашем сайте ВКонтакте информация распространяется. Приходят граждане на прием, мы доводим до них, но вот просим тоже рассказывать знакомым, близким об этой информации. Хотелось бы обратиться, что не нужно никакой ажиотаж создавать, потому что срок, в принципе, достаточный, и как я уже сказал, что если кто не успеет до 1 июля, то срок до 30 сентября. Спасибо большое, Сергей Анатольевич, что пришли сегодня к нам в студию. Я напомню, в гостях программы «Актуальное интервью» был сегодня советник губернатора Нинецкого округа по социальным вопросам Сергей Свиридов. До новых встреч!